МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите краткий выпуск программы «Наше время». С вами Юлия Гафарова. Добрый вечер. Скандал на привокзальной площади едва не закончился массовой дракой. Сегодня днем отношения прилюдно выясняли водители такси, недовольные тем, что отныне за парковку в районе вокзала с них берут плату. Несколько дней назад территорию арендовала фирма «Нота», выигравшая конкурс на организацию здесь парковочных мест и автовокзала. Предприниматели собираются благоустроить площадь и организовать круглосуточную охрану. Но столь благие намерения отклика в сердцах таксистов не нашли. В суть очередного скандала на привокзальной площади вникал Виталий Сапожников. Раскатистые матерные трейлеры разносились над привокзальной площадью едва ли не весь день. Скандалили таксисты. У людей этой профессии и без того нервы не самые крепкие. Так еще и привычная парковка вдруг стала за деньги. Заехал бесплатно, а вот чтобы выехать, уже придется заплатить. Выпускайте меня, и я не буду платить. Ну что, вы мне сейчас будете... Вообще все вроде бы честь по чести. Заезжаешь, берешь квитанцию, и время парковки начинает тикать. Здесь, получается, мы приезжаем, нам говорят, вот, пожалуйста, получается 15 минут бесплатно, в течение часа 100 рублей, а потом, получается, у нас после часа 200 рублей. 200 рублей. Если ты выехал и обратно заехал, снова простоишь больше часа, снова 200 рублей. Что, не золотые яйца, что ли, на нас хотят? По словам водителей, 15 минут времени недостаточное, чтобы встретить человека с поезда или высадить пассажира на вокзале. 15 минут. Пока до поезда любой приедет, пока до поезда дойдет, встретит его. В любом, больше 15 минут, отдай 100 рублей. Таксистов, которые отказались платить, просто не выпускали, закрыв шлагбаум прямо перед капотом. Квитанция дает, оплачиваете. За что я должен оплатить? Потому что парковка. А то, что парковка неохраняемая. Я должен, машину здесь оставлял, она не охраняется. То есть, 7 часов здесь никого нет. В итоге, одни платить не хотели, другим нужно было срочно выезжать, а проезд наглухо закрыт. Пробка бил. Тут вот машину не выпускали, а я пятая машина стоял. И 4 часа вот так. Я в конце машины бросил, на автобусе поехал по делам, и то опознал. Каждый, ну, беспредел тут. На привокзальной площади отныне новый арендатор, фирма «Нота». Она выиграла конкурс, объявленный РЖД. По словам руководителя, проблема не стоит выеденного яйца. И скандалы устраивают только таксисты-нелегалы. Они хотят работать нелегально, здесь продолжать, как они раньше работали. Мы же, наоборот, хотим все сделать легально, все прозрачно, чтобы они получили разрешение, легализовались, заключили договор с автовокзалом и спокойно осуществляли дальше свои перевозки. Руководство арендатора планирует благоустроить территорию и установить камеры наблюдения. Что касается тарифов, то их в фирме «Нота» вовсе не считают завышенными. Суммы, которыми недовольны таксисты, продиктованы рынком. Мы тоже не просто так с потолка тарифы взяли, то есть экономически обоснованы, у нас просчитаны, и все. Кроме того, таксистам хотят предложить удобные условия сотрудничества, что-то вроде абонентской платы за въезд на парковку. Они смогут не единожды заезжать в день, а сколько захотят. И мы готовы персонально обсуждать с каждым таксистом его размеры в абонентской плате, исходя из маршрута. Но не согласных с такими условиями никто не заставляет пользоваться платной парковкой. Вокруг нее места, где можно оставить машину, хватает. Но расположены они, по словам таксистов, неудобно. Вы сами как считаете, если вам нужно к кассам, почему я должен выставить вас здесь? Почему я через какой-то шлагбаум должен проезжать? Не было никакого шлагбаума? Или платить за это 200 рублей. В общем, очередной скандал на привокзальной площади грозит затянуться, если, конечно, ни одна сторона не пойдет на уступки. Виталий Сапожников, Константин Воробьев. Наше время. Оренбуржии накрыла вторая волна гриппа. За последнюю неделю в регионе заболели более 11 тысяч человек. В Оренбурге зарегистрировано около 5 тысяч случаев. Порядка 70% всех заболевших дети. На карантин в разных районах области закрыты 10 классов и 6 дошкольных групп. Продолжается мониторинг в образовательных учреждениях. На текущей неделе приостановлен учебно-воспитательный процесс в 6 группах и 3 детских садов города Метногорска и 10 классах 6 школ Адамовского, Шарлыкского, Оренбургского районов. Как нам пояснили в Роспотребнадзоре, в области сейчас циркулируют вирусы гриппа А и Б, уже знакомые оренбуржцам. В целом ситуация пока не эпидемическая. Меха под запретом. Сотрудники регионального Роспотребнадзора возбудили 5 административных дел в отношении индивидуальных предпринимателей. На рынках локомотив и центральные. Они торговали шубами, полупальто и жилетами из норки, кролика и овчины без специальных маркировок. Мы обнаружили 16 вещей на общую стоимость 675 тысяч рублей. Но пока эти вещи не конфискованы, они арестованы, находятся у предпринимателей до вынесения судом соответствующего решения. Новые правила по торговле меховыми вещами начали действовать с прошлого года. Осуществлять продажу шуб и дубленок без электронных чипов запрещено. Все изделия из натурального меха отныне должны иметь специальную радиочастотную метку, по которой можно будет легко считать всю информацию, например, кто производитель или экспортер. Такая маркировка нужна для борьбы с контрафактными мехами. Так, за нарушение физическим лицам грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей, а юридическим от 50 до 100 тысяч рублей с конфискацией изделий. 300 тысяч оренбуржцев должны свыше 40 миллиардов рублей. Такие цифры сегодня озвучили в Управлении судебных приставов по Оренбургской области. Совместно с ГИБДД сотрудники службы останавливали проезжающие автомобили, чтобы проверить не только водительское удостоверение, но и узнать, есть ли у человека задолженности. Как реагируют оренбуржцы на такие рейды, увидел Иван Бер. Для многих водителей, остановленных сотрудниками ГИБДД, проверка на наличие задолженностей в фургоне у приставов вызывала смятение. Ведь не каждый вспомнит, оплатил ли он долги, а тут, по личному документу, через базу данных найдут все до копейки. Например, есть ли долги по коммунальным платежам или неуплаченные алименты и даже непогашенные штрафы за нарушение ПДД, замеченные камерой фиксации. Кстати, у этого молодого человека как раз такой случай. Долг перед ГИБДД. Нарушение правил зафиксировала камера, причем таких штрафов у водителя 4, каждый по 500 рублей. И ни один из них он пока не оплатил. Я выписываю повестку на завтра, на 22 марта 2017 года. Если должник не является на прием, по моему требованию, в отношении его будет составлен административный протокол по статье 17.14, то есть неисполнение законных требований судебного пристава исполнителя. То есть, а также это административное пронарушение карается штрафом в 1 тысячу рублей. Такие неожиданные сюрпризы, когда человек ехал по своим делам, понравятся не каждому, видимо, поэтому автолюбитель пришел в негодование. Если вы любите себя по телу, я на вас упаду. Почти все водители фактом проверки были недовольны. Мало того, что это отнимает их личное время, так еще приставы обязательно принудят заплатить штраф. Впрочем, штрафом дело заканчивается не всегда. Если у гражданина большие задолженности, которые он отказывается оплачивать, и вдобавок уклоняется от повесток приставов, то расплата может быть весьма жесткой. У одного злостного неплательщика сегодня за долги приставы конфисковали личный автомобиль. Задолженность 3 миллиона. Салон удовлетворительный. Состояние автомобиля удовлетворительное. В случае, если он будет отказываться, то мы тогда можем взыскать сумму имущества дожника. Это также может пойти и сотовые телефоны, и машины, и магнитолы. Было такое, что и колеса арестовывали у дожников. Поэтому все в рамках той суммы, которая у нас находится на исполнении. Но, как говорят приставы, пугаться таких мобильных экипажей не стоит. В городе в течение двух дней будет работать четыре подобных группы в разных районах и в самых людных местах. По дороге домой или на работу можно остановиться и оплатить свои задолженности на месте и своевременно, чем потом попасть в еще большие неприятности. Иван Берд, Дмитрий Примачик. Наше время. Оренбуржцам закрыли глаза, чтобы показать спектакли. В областном драматическом театре московские артисты накануне представили две необычных постановки. Все происходящее зритель не видел, а чувствовал. В авангардной рождественской истории Чарльза Диккенса, к примеру, он оказывался в промолзлом зимнем городе, а в «Человеке луны» внезапные звуки переносили зрителей далеко от родной планеты Земля. Во втором спектакле, кстати, сыграли воспитанники школы-интерната номер два Оренбурга. Это дети с нарушением зрения. К слову, слабовидящие были и среди зрителей. Ольга Патрушева побывала на спектаклях-невидимках. Идти надо вдоль стены, не вот здесь, как можно дальше от зрителя. Лишний шорох, и зритель неправильно поймет постановку. «Человек луны» надо не смотреть, слушать в оба. Сценарий придумала слабовидящая девочка из Саратова. Голоса, звучащие в спектакле оренбургских школьников из интерната номер два. Наш спектакль про человека луны, как один человек пришел, точнее, спустился с земли на луну и увидел человека луны, он был просто в шоке, можно так сказать, потому что первый раз увидеть это и не понимать, где он находится. Ты кто такой? Как ты сюда попал? Наконец мои глаза открылись. Быстро оглядевшись вокруг, я остановил взгляд на мальчика, который разбудил меня. В спектакле-невидимки московские режиссеры задумывали как социальный проект. У них были даже гастроли для детей-инвалидов по зрению. В 2015-м артисты были и у нас. Тогда и познакомились со школьниками из интерната для слабовидящих. Спустя время решились на эксперимент поставить с их участием целый спектакль всего за две репетиции. Мы хотим использовать те таланты, которые у них развиты сильнее, чем у зрячих. Да, они, ну, например, поскольку они все слухачи, да, они, многие из них играют в игру такую имитационную, они могут ходить по школе целый день и разыгрывать какие-то выдуманные самими разговоры, диалоги из фантастических историй на несколько голосов. Особенно мне понравилось место, вот уже вторая часть, где показывалась школа. Я работаю вообще звукорежиссером, и вот со звукорежиссерской точки зрения это просто было сделано феноменально. Авторы спектакля уверяют, человек, лишенный зрения, совсем по-другому воспринимает мир. Острее чувствует запахи, по-иному слышит звуки. Если не видеть, а включить фантазию, то можно почувствовать, например, как в рождественской истории Диккенса к скряге Скруджу заходит его племянник. Дверь открывается, зрители чувствуют зимний холодок. Технически выглядит это так, но согласитесь, всего зрителям лучше не знать. Волшебство пропадает. Извините, что обращаюсь к вам за Богу. Спасибо. Или вот, по улицам города снуют по прошайке. По предрождественской Англии разносится запах пряности из жареного гуся. Это уже другой театр, без зрелищ, но не менее эффектный. С таким оренбургские зрители точно сталкиваются впервые. Валерий Купатрушев, Константин Воробьев, Наше время. И пока это все. О других новостях расскажем в 20 часов. Оставайтесь с нами. Приятного вечера и до встречи. Образ ведущей – женский клуб пятый сезон. Проспект Победы 1А, торговый дом «Восход». Телефон 77-31-15. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова